Во имя Отца и Сына, и Сятого Духа, и Аминь. Задайте вопрос о том, что я знаю, что Вы музыкант, это правда, что музыка помогает лучше чувствовать и понимать людей. Это важно для Вашей жизни, для труда с учебником. Я хочу сказать, что когда я в юности, мы все в юности очень ревностные, когда-то у нас в Морочинке Печерской Лавры, в которой был я послушником и учился в семинарии Академии, говорил о том, что да Бог нам остаться такими, как мы туда пришли. То есть мы приходим в церковь очень ревностными, очень большими подвижниками. И я тогда вообще не слушал ни музыку, ни телевизор не смотрел. А для меня музыка была одна, это песнопение православной церкви, богослужебные, которые совершаются в храм. И я считаю до сих пор, что это и есть идеальная та музыка, Божья музыка, которая самая лучшая. А еще музыка, считаю, молитвы, которая должна звучать в душе. Но со временем наша ревность немножко смягчается нашими грехопадениями. Может быть, мы смиряемся, может быть, та ревность была основана на гордыне во многом. И на процессе жизни музыка вернулась в мою жизнь. У нас даже есть музыкальный альбом, который мы записали. Там такие не богослужебные песнопения, а больше эстрадные, но о Боге, о молитве, о литургии, о священстве. Вот, это тоже, с моей точки зрения, миссионерская проповедь. А вообще, в одном из фильмов я услышал потрясающие слова, фильм абсолютно светский, про музыкантов, американский. Но в американских фильмах тоже можно что-то найти доброе, из доброй фильма. И один из главных героев, музыкант уже в возрасте, молодым ребятам, которые еще, по сути, дети, один через музыку, занимаясь музыкой, сказал приблизительно следующее. Музыка – это рассказ о гармонии Божьего мира. То есть вот эта красивая мелодичная музыка, гармоничная музыка. Она рассказывает о прекрасном мире, в котором мы живем, потому что Бог все то, что совершил, есть хорошо, есть прекрасно. Так сказано в Библии, в первой главе книга «Бытия». И вот гармоничная музыка об этом рассказывает. Она услаждает душу, она обостряет восприятие, потому что человек, человеку можно что-то говорить, и он поймет, это услышит, проникнется, не проникнется, но если ты им это споешь, он еще на эмоциональном уровне это переживет. Поэтому музыка – это важно, но в идеале мы должны стремиться к тому, что музыка должна быть только церковное богослужение, а еще в идеале молитва. Вот главная музыка в нашей жизни.